Итак, вторая книга царств состоит из 24 глав и излагает нам историю Израиля от смерти Саула до конца царствования Давида. Итак, мы уже знаем, каково было царствование первого израильского царя Саула и какова была его бесславная кончина. Вот на этой его бесславной кончине, когда он погиб в сражении с своими племенниками и заканчивается первый книг царства. И Давид, узнав о том, что Саул погиб, очень скорбел по двум причинам. Во-первых, потому что погиб вместе с Саулом и его сын Иоаннафан. Иоаннафан был любимый друг Давида, у него была такая дружба, но они как братья были, он любил его по-настоящему. Ну и кроме того, Давид благоговел, искренне благоговел перед помазанием Саула. То есть он, вот знаете, как Исаф Иаков, да? Вот Иаков верил в благодать Божию и ее для себя желал, а Исаф немножко к этому относился прохладно, пренебрежительно. И вот так же и здесь. Саул, обреченный такой благодатью, он забыл, что это все от Бога. Он как-то стал, очень быстро стал упиваться, собственно, славой царской и предебрежать стал пророком Самуилом. А вот Давид, он очень благоговел перед этим и всегда говорил, не могу поднять руки на помазание Божие. Хотя Саул несколько раз был в его руках, но Давид, несмотря на то, что был гоним, для него избавиться от Саула, это просто избавить себя от опасности. Все-таки Давид благоговел. И когда узнал, что Саул погиб, он по этому поводу запечатался, как ни странно. Но другие бы и радовались, избавил Господь, человека, который жил от той смерти. Давид был не такой. И того малькитянина, который себя удивил, что он добил царя Саула, уже раненого, умирающего, он его прикончил, он вел казнить. Вот так. Ну, откроем с вами Второй книг у царств, первая же глава. Читаем 23 стих. Саул и Иоаннафан, любезные, согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в богиницу с украшениями и доставлял на одежда ваши золотые уборы. Как пари сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорбую я тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Вот эти какие-то ровные слова. Как пари сильные, погибло оружие, ранное. В этих словах очень хорошо видно отношение Давида к первому царю израиля и к своему другу Иоаннафану. И здесь хорошо заметен в этих словах и талант гимнографца, гимнографца, поэта, поэтический талант Давида заметен. И можно сказать, что вот это уже трон пример. И в дальнейшем мы увидим еще несколько таких примеров, когда Давид произнес какую-то песню, хвалебную, прославляющую. И в этом заметен вот такой талант поэта. Вторая глава. После всего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудинах? И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон. Хеврон, такое местечко в Палестине, чем оно для нас известно, этот городочек? Вот нет здесь чувства отличников, которые сегодня пришли за дождя. А Абрам где жил, вы помните? Его имя, да, его имя было связано с Хевроном. Сейчас, в настоящее время, это территория пралестинской автономии. Ну, там есть Мамбилийский дуб, Мамбилийский дуб туда возят паломников. И это местечко до сих пор является населенным пунктом. Итак, Господь посылает его в Хеврон. И пошел туда Давид, и обе жены его. И людей, бывших с ним, привел Давид каждого семейства его, и поселились в городе Хевронии. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над он Иудином. То есть, Саул погиб. Давида Самуил помазал заранее еще, объявив ему, что он будет царем. А теперь приходят мужи Иудины и помазывают его на царство. То есть, теперь уже и для народа становится известным. Мужи Иудины надо понимать, что предводители, старейшины, ну, те, кто имел влияние в Иудином колене. Но обратим внимание, что пока что признают его царем только колено Иудина. Вот на это брицем они пришли, мужи Иудины. Так, чтобы вы понимали, может быть, кто-то упустил с поля зрения, то я поясню. Израиль весь большой. Я так понимаю, будем считать из-за дождя. Израиль весь большой. Он делился на три части. Верхняя Галилея, Средняя Самария и Нижняя Иудея. Но в те древние времена, это во времена Христа Спасителя так было. Но в те древние времена, о которых мы сейчас с вами говорим, о времени царя Давида, Израиль разделялся на две части. Большую часть Израиль и меньшую часть Иудея. И вот именно в Иудее был Иерусалим. Именно в Иудее жил Давид. И поэтому мужи Иудины и помазали его на царство. А остальные колены Израиля, они пока что еще его не признают царем. Пока. Смерть Саула и его сына Иернафана создала обстоятельства, при которых стало возможным уже и определение Божия через Самуила быть Давиду царем. Вторая глава, одиннадцатый стих. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудином, было 7 лет и 6 месяцев. О, можно сказать, что он уже понабрался опыта управления народом. Пока что еще не всем, но уже у него царские такие управленческие административные навыки появились. 7 лет, все-таки достаточно большой срок. Надо сказать, что признание Давида царем произошло не сразу. Ну да, я это уже сказал. А почему это, с чем это было вызвано? Во-первых, надо полагать, что Давид же он обрел известность, когда Греф победил, да? И был на устах у всего народа. Но потом, когда у него произошел разлад с Саулом, Саул гнал его и пытался его убить. И можно полагать, что какие-то нехорошие слухи о Давиде Саул распускал. Говоря современным языком, пропаганда правящего режима, она в глазах народа пыталась Давида, видимо, представить не совсем хорошим человеком. Это же было понятно. Саул хотел его убить. Убить героя народного – это начать восстание, это вызвать мятеж. Поэтому, конечно же, надо полагать, что какая-то такая обработка мнений общественного велась, что Давид нехороший, что он там что-то такое. Вот это один момент такой, который мы можем предполагать. Второй момент, вполне реальный. Дело в том, что Давид, когда скрывался, какое-то время пребывал у филистимлян. Читали вы об этом? Не читали, глаза опускаете. Ну, я понимаю, за неделю прочесть такую книгу одну. Но все-таки, я же катулись занятиями, тоже читаю. Просто давайте немножечко изучайте материалы, иначе многие вещи надо или разжевывать очень подробно, или вы просто не будете понимать, о чем я говорю. Так вот, Давид жил среди филистимлян, а филистимляне были все-таки закатными врагами евреев. И поэтому, какое отношение? Ну, как диссидент бежал в Америку, да? Может, ну, там, купился на грант, госдепа. Может, с какой отношением? Какое-то уже такое отношение подозрительное, предвзятое. И вот это, это было, наверное, реальным таким, нехорошим таким черным пиаром против Давиды. Поэтому, конечно, его популярность в народе значительно поубавилась из-за этого. И, наверное, этим мы объясняем все то, что свои иудеи, искалины иуды, его признали царем, а другие еще нет. Пятая глава. Да, и вот лишь в пятой главе, смотри, во второй главе его помазали мужей иудейские, и лишь только в пятой главе мы узнаем о том, что он повторяется как царь уже во всем Израиле. Здесь же рассказывается о завоевании крепости Сион и о построении царского дома. Крепость Сион. Сион – это была возвышенность, холм. Сам Иерусалим расположен на гористой местности. И в те времена, о которых мы сейчас говорим, Иерусалим располагался на Ильских холмах. Одним из таких холмов была гора Сион. И поскольку на этой горе впоследствии находилась Скиния, то и сам Сион стал образом и символом пребывания Бога в Израиле. То есть гора Сион – святая гора. Ну, скажем, как в политическом смысле для всей России Кремль. Это символ, да? Это символ. Хотя правитель, в принципе, может быть где угодно. А вот Кремль – символ. Вот Сион был таким символом. Так вот, Сион и находящуюся на нем крепость завоевал Давид. И вот из этого повествования, пятой главы, мы узнаем, что Иерусалим полностью завоевал и подчинил Израилю именно царь Давид. Это было сделано не до него. То есть в ту эпоху, когда Израиль оставил землю бетованную, Иерусалим еще не входил в земли израильские. Давид завоевал его. Да. И построил он там царский дом. Ну, можно сказать, дворец царский. Только обращу ваше внимание, что все-таки написано в Библии «дом». Хотя слово «дворец» в принципе в Библии известно. Надо полагать, что этот дом хоть был и царский, и, видимо, был и удобен, и добротен, и не лишен, наверное, каких-то и украшений. Все-таки это был достаточно еще пока скромный дом в сравнении с теми помпезными дворцами, которые потом строили. Тем не менее, когда Давид построил дом, у него родилась естественная идея и мысль о том, что надо бы и храм построить. Я живу в доме, а Господь пребывает в шатрах, в шатре. Скинет же палатка вода, помните, да? Ну, что с этой идеей Давида будет впоследствии, мы узнаем. А пока скажу только, что в этой же пятой главе рассказывается о том, что Давид нанес два поражения филистимлянам. И, конечно, надо полагать, что именно этот боевой его успех, победа, они упрощили положение Давида и его авторитет в народе. Шестая глава. Она повесит нам о том, что следом за этим, когда Давид захватил Сион, и ковчег Завета был перенесен из Кириав и Рима в Руссарию. Вот как раз таки в седьмой главе и рассказывается о намерении Давида построить постоянно храм Богу. Читаем по тексту. Первый стих. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных рабов его, тогда сказал царь пророку Нафану, вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И здесь мы должны поговорить немножечко о, я вас познакомлю, с новым действующим лицом, очень важным персонажем библейским, это с пророком Нафаном. Именно пророк Нафан сначала одобрил намерение Давида, который с ним советовался, то есть пророк Нафан был уважаемый для царя, а потом все-таки, вопросив у Господа, объявил ему другое решение, что ты не построишь дом Господень, не построишь ему храм Господу. И Давиду было потом сказано, что этот храм построит его сын. И даже там уже впоследствии будет объявлена причина, почему. Давид много воевал, ты пролил много крови, поэтому только твой сын, только сын твой построит храм. Но какая здесь связь между тем, что Давид вел воины и построением храма, мне лично не совсем понятно, но такая была воля Божия, и она была именно таким образом объяснена, что ты воевал, ты много крови пролил, и поэтому храм будет строить Соломон. Мы принимаем это как данность, это такая воля Божия, Господь именно так объявил свое решение. Жил пророк Нафан приблизительно за тысячу лет до Рождества Христова. Вот такая, да, примерно, неплохо. Это очередной известный библейский пророк, живший во времена Давида и Соломона, и один из авторов книги Царств. Об этом, что он приложил к книге Царств в руку свою, нам свидетельствует первая и вторая книга Паралипоменон. Это книги, которые являются летописями. Две книги в Библии. Первая и вторая, называется Паралипоменон. Переводится как летопись. Именно он, Нафан, сообщил царю Давиду божественное откровение. Строительство храма, которое Давид планировал и поначалу Нафан одобрил, не будет совершено, но Господь вместо этого укрепит дом Давида и благословит его. То есть за такое намерение Давида похвальное, Господь пообещал укрепить дом его, его царство, то есть, и благословит. А именно храм Давиду строить было неблагословленно. Об этом как раз в 7 главе, которую мы следуем, и говорится. В дальнейшем, уже во время старости Давида, когда Дания захотел стать царем, именно Нафан мешался и встал на сторону Соломона, воспитателем которого он был. Соломон, напомню, это сын Давида от Персавии. То есть у Давида было много сыновей. Многие могли претендовать на царскую власть. И, как мы знаем, даже Солом устроил мятеж, стремясь заходить трон царский. То есть, кто будет, может быть, и Адония мог быть наследником Давида, то есть, преемником его, но Нафан настоял на том, чтобы именно Соломон и в этом проявил свое участие. Через Нафана и другого пророка по имени Газа Бог передал Давину повеление о том, как организовать служение львицских певцов и музыкантов. Ну вот Давид, он был, сам по себе, музыкант, и певец, и поэт. И, видимо, ему из подручения было организовать музыкальное сопровождение богослужений. То есть, музыканты и львиты, они воспевали псалмы. Там у них сложная была интересная такая структура богослужений. И вот псалмы пелись львитами. После полученных от Нафана откровений Давид поспел благодарственную хвалебную песню «К Богу. Конец 7 главы». Главы 8 и 10 рассказывают о воинах, которые вел Давид, и в частности, с фельдстемлянами, мавитянами, аммонитянами и сирийцами. А также о его милостивом отношении к Дому Саула, то есть к родственникам царя Саула, которых вообще-то можно было истребить, как это нередко делали царя, когда уничтожили своих соперников, то всечески репрессировали и всю родню, искореняя на будущее очаги возможных восстаний и мятежей. Но Давид был не таков, он был милостив. И его отношение к Дому Саула, к его родни Саула, к его детям было милостиво. 11 глава. Однажды, а в это время шла война с аммонитянами, читая по тексту, 12 Давид оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровли царского дома и увидел с кровлей купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Ириама, жена Урии, хитиянина. Давид послал вслух взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Да, так просто, кратко, описывает сама суть. Но мы можем предложить немножечко свое воображение и представить, как оно было. Диму и живописцы изображают этот сюжет, когда Давид на кровли дыма смотрит, дома, когда Давид на кровли дома смотрит с тени двор и видит там женщину, которая купается где-то там, в каком-то бассейне. Во-всяк он это изображает. Так или иначе, в Версавии понравилась Давиду чисто визуально. Он еще ее не знал, даже спрашивал, кто она такая. Да. Удивительно, конечно, удивительного много мы об этом можем узнать. Мы можем рассуждать, как она мылась, она что-то не подозрела, что он может подсматривать. Все-таки женщины, особенно в те времена, особо-то не сверкали телесами на пляже, как сегодня. Там же стены были большие. Давид с крыши. А на крышах часто люди пребывали. На крышах. То есть крыши кровля, они были плоские. В Израиле. И поэтому на крыши люди поднимались. Ладно, мы не будем в это сейчас вдаваться, это неинтересно. Вернее, может быть, кому-то интересно, но у нас времени нет. Завидим только то, что он ее призвал к себе и с ней согрешил. Прошло время, и эта женщина послала извести Давида, говоря, я беременна. Стремясь скрыть этот грех, Давид вызывает с фронта, может так выразиться, ее мужа. Перестает себя в дворе, расспрашивает, как дела, поет, кормит и отпускает его домой. Он же понимает, это же естественно, что он к жене, а потом пойди догадайся, от кого ребенок, пойди узнаем. Хитро Давид, конечно, поступил, но вышла промашка. Курия не пошел домой. Он сказал, что мои братья там на фронте в шатрах, а я буду в теплых палатах отдыхать. Господь в шатрах. Тем более я не пойду. И он остался ночевать у порога дома Давида. Давид его на другую не опять к себе призвал. Опять его кормил, там на поле дробь явно написано. Ну понятно же, да? Пытался его, ну, немножечко, что называется, расслабить. Но какой мужчина с фронта, который давно свою красавицу жену не видел, не пойдет к жене своей? Ну какой? Просто естественно, это было, это важно было естественно. Но произошло и здесь чудо. Урия опять не пошел. И вот это толкнуло Давида еще на большее преступление. Он послал с этим человеком своему начальнику письмо, которое он написал. Когда будет сражение, поставьте его на самое опасное место. И когда враги будут делать натиск, отступите все от него. То есть он не сказал его убить. Но по сути дела это убийство он замыслил, он его, может так сказать, так спроектировал, задумал. Даже указал начальнику, как это сделать. Смотрите, во-первых, Давид посылает слуг к Версавии. Он не таится, не то, что он там втихаря ночью прибежал к ней. Здесь он посылает указание начальнику. Уже много людей об этом знают. Ну, достаточно много. Давид не скрывается. Почему? Ну, я бы, например, я бы как-нибудь там конспиративно это все бы делал. Прости меня, Господи, за то сравнение. Ну, а как вы думаете? Ничего Давид не боялся. Царь! Что захотел, то и получил. И народ, главное, так зачастую принимал. Это же царь. Ну, другое дело, простой человек. Это да, а это царь. Почему ты Аберсавия не отказала ему? Она любила мужа своего. Царь! Слушайте, царь! Не будем сейчас обсуждать ее, не будем вообще это обсуждать, потому что нам это сегодня не понятно. Мы даже можем сказать, ну что, что царь? Царь-то что теперь? Ну, тогда люди немножечко по-другому рассуждали. И очевидно, это сегодня нам так не понять. А? Я думаю, что сейчас вы скажете. Не, ну, если Путин за вами пошел, то что поедете? Нет, 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 нет. Затем другая ситуация сейчас. И послал Дарит сказать и Ау. А, ну да, это я вам уже рассказал об этом, как он и Урию угощал, и как потом на фрон подрослал. Таким образом, Урия был убит. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Ну, плакала она по муже своем. Мы же не знаем, как она его любила. Может быть, даже и не очень любила. Но, естественно, когда такая скорбь на близкий человек, в конце концов, то муж, ну, как не плакать? Она плакала. Когда окончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой. И она сделалась с его женой и родила ему сына. И было это дело, которое взял Давид, зло в очах Господа. Вот так. 12 глава. И тут перед нами присутствует опять Нафан. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал, в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было много имений и большие стада, а у бедного была всего одна овечка. И этот богатый у этого бедняка забрал овечку себе. Царь, когда услышал эту историю, возмутился. Пятый стих. сильно разменялся Давид на этого человека и сказал Нафану, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь бог Израилев, я помазывал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, а ты, ты, история благодетельственная Богом, ты вознесен на такую высоту, ты помазанник, ты не просто какой-нибудь там тиран восточный владетельный, ты помазанник Божий, чтобы Божьим народом управлять, что ты сделал? Ты просто и был как волк, который последнюю речку тащил. Когда Нафан ему это вот так указал, что тут там и видим, что Давид, в отличие от Саула, так он начал себя оправдывать, а там думать, ну может быть там какие-то можно жертвы принести, чтобы Богу умягчить. Давид испытал такое глубокое раскаяние, и вел такое покаяние, которое на страницах Библии в памяти верующих осталось как пример покаяния, как пример. Мало того, что именно вот это его покаянное состояние послужило поводом для написания многих покаянных псалмов, которые Давиду принадлежат, в частности, 50-й псалом всем известны, «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей». И мы можем сказать, что именно два этих мотива, они везде, как разным таким пунктиром, через все псалмы Давида проходят. Мотив бегства от опасности, который Давид не раз испытал в своей жизни. Конечно, прилавляя это на духовное понимание, мы должны понимать речи не просто «Избавим, Господи, от руки врагов моих», «Избавим, Господи, от демонов», от греха, от тех испытаний и искушений, которые меня могут погубить греховных. В духовном плане это можно понимать и не нужно понимать. Но именно тогда, когда Давид об этом писал, он имел в виду, конечно, свое состояние, когда он спасал свою жизнь. Бегством первый мотив, второй мотив – это мотив покаянный, который тоже везде через все псалмы проходит. Ну, почти через все. Там есть поливные псалмы, но, в принципе, покаянные эти два мотива «Спаси, Господи, я погибаю» и «Господи, помилуй, помилиться милости Твоей». Они являются двумя такими ритмотивами поэтического творчества Давида. И выразителем таких душевных мук, страданий Давида, он страдал, он не просто боялся, что буквально кажут, он реально страдал, он учился, наверное, так, как мы не в состоянии сами каяться и переживать. Выразителем таких его страданий и душевных, мук явился 50-й псалом. Так говорит Господь, вот я воздвигну на Тебя зло из дома Твоего и возьму жен Твоих пред глазами Твоими и отдам ближнему Твоему и будет он спать с женами Твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделал это пред тем Израилем и пред солнцем. Так Нафан Дому говорит от лица Господня, как он будет наказан. И сказал Давид Нафану, я согрешил, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой и поразил Господь дитя, которое родила жена Урия Давиду, и оно заболело. Дитя Версавия. Соломон был вторым сыном Версавии, а первый сын Версавия умер. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и уединившись, провел ночь лежа на земле, и вошли к нему столичины дома его, чтобы поднять его земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. Ну-ка, давайте мы с вами немножечко остановимся на секундочку. Как мы с вами так каемся? Когда у нас есть грехи, за которые стыдно перед Богом, от которых наша совесть вопит, что мы беззаконие совершили. Мы так каемся? Нет, конечно. Смотрите, он семь дней лежал на земле и не ел хлеба. Вот настоящий пост, как принадлежность покаяния, как свойство покаяния. Он не ел хлеба семь дней. Слушайте, он вообще не ел, может быть, там давали ему попить, но он не ел семь дней. Вот какое было у Давида покаяние. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо думали, ну, вот он так убивается, а когда узнает, что малыш умер, так может, еще что-то плохое сделает с собой. Боялись. Ну, Давид, все-таки, когда заметил, что какое-то движение есть в людях окружающих, расспросил, в чем дело, и когда узнал, что малыш умер, 20 стих, тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Встал, умылся, и помазался. Помазался, то есть привел себя на лежащий вид, на лежащий вид. Ну, волосы, видимо, растрепанные, причесал там, знаете, люди-то даже не мылись, как сейчас, с шампунем, но как-то вот косметическим следствием был илей. Какие-то такие, может быть, благовония даже масляные были. Переменил одежды свои, уже одел царские одежды, а не рубища, в которых каялся, и пошел в дом Господень и молился, молился, и просто пошел покушать. Да. Возвратившись домой, потребовал, чтобы мы подарили ему хлеба, и он ел, и вот тут он уже поел. Давид много пострадал потом за этот вех, но, обращу ваше внимание, как всем напастям и бедам, которые на него свалились впоследствии, он относился крайне терпеливо, осознавая, что посланное нему за его грехи, и относился очень смиренно к этим напастям. тринадцатая глава, читаю первый стих. И было после того, и было после того, у Весолома сына Давидова была сестра красивая по имени Фомарь, Фомарь это Тамара, чтобы вы знали, и полюбил ее Амнон, сын Давида, то есть брат полюбил сестру, и скорбил Амнон до того, что заболелась в Фомаре сестры своей, ибо она была девица, и Амнон казалось трудным что-либо сделать с ней. Он ее хотел, ну, Плотский хотел, с ней хотел, в общем, он ее хотел в плотском смысле, и скорбил, что не мог, она была недоступна, она была девицей, незамужняя, ну, жениться, видимо, на ней не мог, как брат, хотя, может быть, от разных матерей, ну, тут уж не знаю, ну, по-моему, такие браки не разрешались, все-таки отец один, да? Но, тем не менее, вот он так разжигался, я вам скажу, когда у нас бывает какая-то нехорошая страсть греховная, и вы сразу видите, что это греховная страсть, никогда не играйте с огнем, не позволяйте ей разгореться. Это касается, например, какого-то флирта, как нам кажется, иногда невинного, то ли женщина хокетничает с мужчиной, то ли мужчина там с ней заигрывает, и как-то ее там какими-то двусмысленными разговорами развлекает. Помните, с огнем шутить нельзя, может быть, все пойдет, а может случится и беда, и грех. Нельзя с огнем играть, нельзя. Но вот Амон, он допустил так, он разжигался, скажи сразу себе, она сестра, она не может быть твоей, все, поставь на этом точку. Нет. И вот это послужило, к сожалению, для него таким предпринанием. Он согрешил с ней. А согрешил он так, что он как бы заболел и не ел. И тогда ему один приятель, я уж не помню, кто там, слуга, что ли, дал ему совет, а ты сделай, видишь, что ты так болен, что вообще ничего не ешь, и только если фонарь придет, то ты от нее лепешку примешь. Он так и сделал. Сказал, что я никого видеть не хочу, пришлите ко мне фонарь. И когда фонарь к нему пришла с лепешкой эта девица чистосердечно брату своему, ну, коль уж я его утешу, так я приду, он ее завел в дальние комнаты, кто-то подальше отослал, схватил ее там и изнасиловал. Сейчас, подождите, я конкретно прочитаю. Ага. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал, иди, ложись со мной, сестра моя. Но она сказала ему, нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делайте так в Израиле, не делайте его безумия. Смотрите, во-первых, не делайте так. Это безумие, она говорит. Не бесчести меня. В Израиле у нас так, это не принято, это у изличников, и кто это, извините, возмутительно. А в Израиле так вообще неслыхано, чтобы такое было. Не делайте этого. Ну, так, 13-х, и я, куда пойду я с моим бесчестием? То есть, то, что ты сейчас со мной совершишь, если ты меня сейчас обечестишь, ты мне судьбу, жизнь мою поломаешь. Вот, что она ему говорит. Хотя бы даже пытается его какому-то призвать к разуму, к снисходительности, к милосердию. Но, пожалей меня, что ты сейчас со мной делаешь. Даже так она взывает к нему, умоляет его. И ты, ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем. Он не откажет отдать меня тебе. Вот как она его умоляет. Повторяю, я сомневаюсь, что такой брак был бы возможен. Но она пускает в ход все средства, даже так. Ну, как женщина, которую насильник хочет отстилать, она начинает спросить, тебе удобно там. Ну, это шутка, может, неуместная. Ну, в смысле, любые средства время потянуть. Ну, как-то вот пытаться его мысль, его разум направить в другое русло. Одумайся. Задумайся. Обо мне подумай. О себе подумай. Ну, так не делай. Ну, в конце концов, в конце концов, обратись. Она пытается время выиграть, но он ее не слушает. 14 стих. Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее. И изнасиловал ее и лежал с нею. Преодолел ее. То есть, с силой одолел ее. Может быть, она могла бы кричать и сопротивляться, но это было в дальних комнатах, как написано. И, соответственно, вряд ли кто услышал. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, такая беда постила Давида, когда он узнал, что такой грех произошел. Ну, дальше что происходит? Смотрите, как здесь интересно написано. И потом возненавил ее Амнон величайшей ненавистью. Так что ненависть, какой он возненавил ее, была сильнее любви, которую он имел к ней. Ну, смотрите, это произошло не потом, когда-то. Вот сегодня мы встречаемся, от любви до ненависти один шаг, там через какое-то время мы стали друг другу противно. Тут же, вот тут же, вот тут же он с ней переспал, и тут же она стала ему противно, неприятно. Смотрите, в этот же момент, потому что и сказала ей Амнон, встань и уйди. То есть встань и уйди. Он прогоняет ее. Это случилось прямо здесь. Это удивительно очень. Это очень удивительно. как это можно объяснить? Это говорит о том, что им двигалась похоть. И где в Библии написано, что он полюбил ее, надо просто понимать, что имеется в виду, что похоть, страсть, не любовь. Ну, какая там любовь, извините меня. Если встань и уйди отсюда. И болит, он ее унизил. Когда она начала умолять, что не делай теперь этого, не выгоняй меня, потому что ты же меня на позор заставляешь. Он взял слугу, позвал и сказал выгони ее отсюда. Представляете? Вот только что он ей шептал, что я тебе люблю, без тебя жить не могу. Какие-то там, не знаю, слова жаркие дошал этими словами ей в ухо. А тут выгони. Прогони эту от меня. Даже не по имени называет. Прогони эту от меня, эту вот падшую женщину. Выгони отсюда. Вон и закрыть дверь за нею. Смотрите как. И Фомель сказал ему нет, прогнать меня. Это зло больше первого, которое сделал со мной, но он не хотел слушать ее. Видите, как он ее и изнасиловал, и морально как раздавил. Ужасно. на ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери, девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. На позор. Ну, действительно, ткани цветные, они все-таки стоили дорого, красители какие-то, там, обработка. Просто народ ходил в некрашенных тканях. А вот богатые люди и царские, они имели возможность и... Помните, у Иосифа была цветная одежда, да? А братья ему завидовали. И вот у этой девушки была тоже цветная одежда. И она разодрала цветную одежду, посыпала пеплым голову знак скорби, разодрала цветную одежду, раздирание одежды тоже был знак скорби, который имел на себя, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. Ну, не знаю, здесь просто сразу наворачивается, когда такое читаешь. И сказал я Весолом, брат его, «Не омон ли брат твой был с тобою?» Он все понял, Весолом. «Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле, и жила, помарь, в одиночестве в доме Весолома брата своего». Но Весолом не просто ее успокоил, он замыслил обтомстить. И чтобы эта месть была возможна, чтобы ее удачно можно было осуществить. А Весолом решил не поднимать шума. Иначе, если как бы проявить негодование всенародное, то тогда Омон будет опасаться за свою жизнь. Он поймет, что может быть месть. А Весолом ведет себя коварно. Он делает, что, да ничего страшного, даже, брат, не поднимай шума, давай, не будем шум поднимать. Сестра Фомарь живет у него. А Весолом совершает месть за свою сестру и он убил Омона. Когда Давид узнал о том, что происходит с Фомарием, он сильно огорчился и написано в Актере степи «Сильно разгневался». Но чашу скорби и без того горько для Давида, который узнал, что сделал его сын с его дочерью, дополнил Ави Солом, когда совершил убийство Омона. И встал царь и разодрал одежды свои и повернулся на землю и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. И плакал Давид о сыне своем во все дни. Ну там получилось так, что когда Давида не было, Амнон, Авесолом напал на Амнона и на других сыновей Давида. Но убил только Амнона, остальным должен спастись. И Давид поначалу думал, что все погибли, что Авесолом всех убил. И когда прискакали на мулах эти его сынови остальные, он обрадовался и как бы, ну, его скорби уже была не такая безутешная, и плакал о сыне в своем все дни. и не стал царь Давид преследовать Авесолома, ибо утишился о смерти Амнона. Во-первых, Амнон как бы был злодеем и получил кару, ну, по тем древним понятиям, кара обычная, естественная, заслуженная вполне, как полагали эти древние люди. И это немножечко как бы Давиду успокоило. Остальные дети живы, поэтому Авесолома он со временем простил. Конечно, мы видим, как эта история, которая началась с греха Версавия, обернулась такими ужасными последствиями для Давида, но это не все, потому что дальше будут еще более такие ужасные события, которые тоже будут наказаниями для Давида. Да, вот это уже дополнение к 12 главе дать. Я это как бы упустил. Здесь такой интересный фрагмент есть. Давайте вернемся к 12 главе. 22 стих, я зачитаю. И собрал Давид весь народ, и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец, целяя их с головы его. А, это когда он с Версавией совершил, Иурия погиб, он потом пошел на войну, и вот эту Раву осаждал. И, значит, он Раву победил, а народ, бывший в нем, в этом городе, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Почему это место хочу комментировать? Потому что образ Давида, кроткого Давида, по имени Господи, Давида и все кротто всего, в Саламе есть такие слова. Кроткий Давид, не злобливый, не мстительный совсем, как мы видим. Такой образ он вырисовывается на всех страницах в Гиблии, он этот образ вступает в какое-то противоречие, диссонанс с этим его поступком. И это вызывает удивление. Поэтому это место я вам должен объяснить. Дело в том, что здесь, по мнению некоторых толкователей, перевод не точный, а понимать нужно не то, что он положил под молотилки, поставил под железные молотки и бросил к печи, а поставил к молотилкам, приставил к печам обжигательным, приставил к пилам, то есть заставил их работать, ну, как на каторге. В этом смысле. Ну, может быть, там, цепями прикавал, не знаю. Ну, приставил, заставил работать. Поэтому вот при переводе с одного языка на другой и даже, может быть, где-то при переписи очевидно и произошла трансформация, может быть, из-за невнимательности переводчиков, которые не уловили мысль. Потому что иногда, иногда какие-то слова, предлоги могут и так переводиться, и по-другому. Например, вот английское слово «фром» «для» и «откуда». «Фромк Креме», то есть «из Крыма». А может быть «для Крыма». Вот этот предлог, он может так пониматься, может так, в зависимости от контекста. Вот здесь, в общем, понимание нашего понимания Давида, его образа, конечно, в эти слова не укладываются. И поэтому некоторые экзигенты, объясняющие нам священное писание, они находят вот такое объяснение этих слов. Я слышал, когда я зачитывал, кто-то здесь уже успел меня прокомментировать. Ужас, ужас. Да, ужас. Если это было реально, это было так. Причем написано «так поступил со всеми городами аммонитскими». мыслимо ли бы, чтобы такое событие в истории не оставило следов. Ведь меньшие события, которые происходили в Израиле, потом так или иначе потомками вспоминались и назидались, и там это так или иначе как-то об этом где-то потом комментировалось. Об этом полное молчание. И общий образ Давида, повторяю, все-таки не такой был. Поэтому, полагаю, такое объяснение находится, удовлетворительным и, по-моему, очень даже мне кажется соответствует общему контексту повествования о Давиде. Но вернемся дальше, в нашей 14-й главе. «И пришел Иоа в царю и пересказал ему это». Да, что он ему пересказал? Что-то я перескажу. А! Чтобы мое сердце обратилось к Пессалону. Замедил аксессурую, что сердце царя обратилось А! Да-да-да! Да-да! Что Иоа, это был военачальник Давида, и он пересказал ему то, что было, и позвал царя Ани Солома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю перед царем. Смотрите, так он с покаянием пришел, во всяком случае внешне выражая покаяние, внешне выражая готовность принять от своего отца и царя любой суд. Вот я, я согрешил, я пред тобой, отчимой, я вот повергаюсь на колени и поцеловал царь Ави Солома, царь его простил. Ну, я понимаю Давида, здесь одна скорбь, тут другая скорбь, но давай еще и этого сына казним. Ну, видите, Давид был не такой. 15-я глава. После всего Ави Солом завел в себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. Смотрите, это к чему это? О чем это? А? Он тоже стал судить всех. Ну, это потом мы знаем, что он судить. А просто, посмотрите, Ави Солом вдруг стал вести себя как некий владительный, самостоятельный феодал. Тут есть царь, да? А он завел себе колесницы. Он как бы отдельно себе дружину завел воинскую. Смотрите, он уже не слуга и не раб своего отца. Он сам по себе. И 50 скороходов, гонцов, кестников, чтобы расслабить письма, какие-то там свой кучу завел, грубо говоря, чтобы быть независимым от царя. Это вот эта строчка, первый стих о многом говорит, о том, что у Ави Солом в душе было. И мы теперь видим, что стремление, дальше мы это увидим, стремление убить не только Амнона является как бы реализацией мести, но стремление убить и других царских сыновей диктовалось совсем другими мотивами, чем и подначалом нам это казалось. Не за сестру он хотел отомстить. Он хотел занять трон отца. И поэтому тех, которые могли в этом составить ему конкуренцию, он заранее убивал. То есть хотел зачистить их. Царских сыновей не удалось ему убить, Амнона убил как одного из претендента. И дальше следовал дальнейшему своему плану. Завел себе колесницы, лошадей, 50 скороходов и вставал Авесалом рано утром и становился при дороге ворот. И когда кто-нибудь имея тяжбы ушел к цели на суд, то Авесалом под заводом к себе спрашивал, из какого города ты? И когда ты засечал из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авесалом, вот, дело твое доброе и справедливое, но царя некому выслушать тебя. И говорил Авесалом, «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу и осудил бы его по правде». Смотрите, как он вкрадывался сначала в доверие тех людей, которые искали правду у царя. Там царя может у правды не всякий найдет, правда? Иногда может быть его дело, его иск или его какое-то его жалоба они могут быть несправедливы. Но Авесалом говорил всем, дело твое верное, правда за тобой, но там ты вряд ли получишь удовлетворение своим желанием и чаянием. Там ты правда не ищи. У царя ее нет. Вот так начал свою подрывную деятельность. Ну а что? Так оно и есть. Подрывная деятельность против царя. Так. Другого даже выражения нету. Именно подрывная деятельность. Конечно, это выражение такое сбитое, но по сути это готовить мятеж, начал готовить сообщников, начал подыскивать себе единомышленников. Кто-то от трем будет недоволен, кто-то больше ему поверит. Все очень понятно. И когда подходил к нему кто-то поклониться ему, то он простирал руку свою вебни малую и целовал. Не, не кланяйся, да я такой простой, я свой парень. Видите, как он себя ведет. Так поступал Авесолом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесолом в сердце израильтяна. Вот мы видим теперь, для чего он это делал. Из этого мы делаем вывод однозначно. Авесолом убил обновлено не только потому, желал за сестру отомстить, он уже устранял конкурентов. Вся эта ситуация закончилась очередной скорбью для Давида и потрясением для его царствования. Авесолом поднял мятеж, собрав уже людей преданных ему, в основном опираясь на израильтян, на тот Израиль, на ту часть, он знал, что колено Иуды его не поддержат, он искал себя сообщников там, более в дальних коленах и выступил против Давида с войском. Когда Давид вынужден был бежать, он был не готов к этому мятежу, он не видел возле собой преданных людей, которые могут его защитить, то есть военной силы у него не было с собой, он был застенут врасплох, и поэтому Давид бежал. Вот здесь такой интересный момент, который я хочу вам зачитать, 16 глава. Когда дошел царь Давид до Баху Рима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени семьи сын Геры, он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и храбрые были по правую и левую сторону царя. То есть, у него была какая-то небольшая когортость им приданных людей. Это были люди храбрые, которые понимали весь лист для себя, что они будут тоже казнены Алисалом, если он добьет успеха. Но они Давида не оставили. Так открыл семьи злословие его уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. То есть, в нем заграла ревность, что Давид занял место Саула. Это был какой-то родственник Саула. Несмотря на то, что Давид к Саулу и к его родни отнесся очень милостивым, как мы знаем. Могут тоже репрессировать, как поступали другие. Но этот человек его злословил, кидал камни в него и сказал Овеса, сын Саулин царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. Ну, это вооруженный человек был с мечом, слуга Давидов. И сказал царь, что мне и вам сыны Саурины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Вот вам опять пример смирения Давида. Давид воспринял восстание Алисалома опять-таки как наказание Божие. И правильно, а так оно и было. И поэтому он говорит, зачем ему мстить за поношение? Меня поносить ему позволил Господь, значит, я это потерплю. В это время один из самых прилежных советников Давида, который участвовал в заговоре против царя, а именно Ахитофел, дал Алисалому такой совет. Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышать все израильтяне, что ты сделал себя ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобой. Во-первых, Ахитофел дает такую советую для того, чтобы все, кто вместе с Алисаломом понимали, им прощения не будет. То есть месть, кара, гнев Давида будут на них смертельными. То есть надо сделать такое преступление, чтобы не было уже пути для отступления, чтобы Алисалом не мог покаяться, сказать, Давид, отец, прости меня, я глупость совершил. После такого поступка, что называется, уже после такого злодейства уже Алисалом прощения быть не может. Ахитофел поэтому дает ему такой совет. Возьми наложниц отца, чтобы их при всем народе заводили к тебе в шатер, чтобы всем было очевидно, что ты наложниц отца осклевнил, то есть ими переспал, то есть ты совершил такой грех взойдя наложи отца своего. И тогда твои сторонники будут биться уже до последнего за тебя, ну и сам ты будешь, ну как Ахитофел подразумевал, сам Ахитофел будет идти до конца. Ну это было и в интересах Ахитофела, который раз поддержал Ахитофела, то ему тоже было потом не сладко бы. Поэтому он понимал, что надо Ахитофел настроить так, чтобы он шел до победного конца. И дал такой совет. Что интересно, личность Ахитофела была такова, что те советы, которые он давал сначала Давиду, а потом Ахитофел люди воспринимали как от Бога. Здесь и написано. Что это значит? Это значит, что он был очень человеком расчетливым. У него был дар рассчитывать ситуацию. И он давал такие советы, которые реально были верными. Вот смотри, это совет злодейский, да? Злодейский совет. Но между тем он рассчитал очень точно. Он дал Афисалому два совета. Первый совет взойти на лужи отца. Второй совет гнать Давида, пока он не собрался с силами. И второй совет тоже был верный. Если бы Афисалому послушался, ну, наверное, Давиду было бы не только не сладко, Давид вынужден был бы, наверное, бежать, и Афисалом бы одержал победу. Но первый совет Ахитофела Афисалом исполнил и так сделал, поставил палатку на кровле и вошел Афисалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля в селители. То есть, сделал это на показ. А второй совет Афисалом не исполнил. А почему? Сейчас мы узнаем. Дело в том, что у Давида был один преданный ему человек по имени Хуси. Да. И Давид послал его с Танависалом и сказал ему ты веди себя так, как будто ты поддерживаешь Афисалома, а сам будешь мне докладывать, что там происходит. Ну, как бы своего человека поставил. И вот этот Хуси и присоветовал Афисалому, говорит, не надо сейчас за Давидом гнаться, тебе нужно собрать войско побольше, чтобы наверняка ударить. И таким образом Афисалому это было по душе, он послушался не Ахитофела, а Хусию. И тогда уже Афисалом перестал Давида преследовать, собрал войско большое, но в это время эту паузу использовал и Давид, и Давид тоже войско собрал. И это Давида спасло. Когда Ахитофел узнал о том, что Афисалом не послушал его совета, он вернулся в свой дом и удавился. То есть, для него было понятно, все, победы не будет. Может быть, будет затяжная война, но победы вот этой быстро-легкой, которую мог Афисалом надержать, что называется, по-горячему, не будет. И, видимо, Ахитофел, как человек одаренный, вот в плане такого своего стратегического мышления, он понял, он, видимо, даже, наверное, понял, что будет поражение. А раз поражение, что ему светит? Позорная казнь, как мятежнику. И пошел удавился. Вот такая вот интересная история. Когда воины Давида обратили в бегство войска Афисалома, то Давид объявил всем, он говорил своим военачальникам, но все его люди, все его воины слышали об этом. Он сказал, попросил, пощадите сына моего, не убивайте его. Но будет сражение, будет погоня. И там, где-то в гречке этих вот, вот этих сражений может случиться так, что кому-то из вас в руки попадет мой сын. Пощадите его. «Сберегите мне отрока Афисалома». 12 стих. Смотрите, «Сберегите мне отрока Афисалома». И Афисалом обратился в бегство, когда его узко было разбито. И написано, он запутался волосами в ветвях. Видимо, у него была шевелера очень густая и большая. И он повис на этих волосах, а мол, который был под ним, убежал. То есть, реально он висел. И тогда один из воинов доложил Иаву о том, что вот царский сын, вот заговорщик, мятежник. А Иав спросил его, что ж ты его не убил? Ну как же? Ведь царь объявил, не надо убивать. Тогда Иоав взял стрелы, взял лук и тремя стрелами Афисалом умертвил, расстрелял. Вот так он с ним покончил. То есть, Иоав, образ Иоава, это человек, который был, он был за Давида, конечно, но это был все-таки очень жестокий человек, грубый человек. И более того, он сказал и Давиду очень жестокие слова после этого, когда Давид плакал в своем сыне, Иоав ему сказал, ты любишь ненавидящих тебя, ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авеслом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Вот такие слова сказал Иоав Давиду. Может быть, да, наверное, он не прав, он клепетал на Давида, но просто образ его, видите, какой? И то, что он его сына расстрелял, и то, что он в дальнейшем как себя вел, видно, что этот человек был вот такой. Однако, несмотря на то, что он Давиду причинил, наверное, боль вот этими словами своими, он сказал ему и очень важную вещь, которую Давид, однако, его послушал. Эту вещь послушал. То есть Давид мог обидеться, мог оскорбиться, мог сказать, пошел вон отсюда, да, я и так в скорбях здесь, плачу о своем сыне, ты мне такие вещи говоришь. Однако Давид прислушался к нему, что ему Иав сказал, «Итак встань, выйди, и поговори к сердцу рабов твих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останет у тебя ни одного человека, это будет для тебя хуже всех действий, которые находили на тебя от юности твоей до ныне». И как бы в этот момент Иав не был ненавистен Давиду, неприятен ему, он послушался, нашел в его словах много правды, практического такого благоразумия, встал на площадь посреди городских ворот, ну, у городских врат, и встал царь и сила ворот, 19 глава, 8 стих, «А всему народу возвестили, что царь сидит у ворот». Это было место собраний, место, где объявляли всякие царские указы, место, где творился суд. Одним словом, это, как сказать, площадь для собраний. «И пришел весь народ перед лицей царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам». Смотрите, весь народ пришел, а израильтяне разбежались по своим шатрам. Почему? Они боялись. Они же поддержали Весолома. Может быть, не все израильтяне, их очень много, но те, которые находились здесь, возле Иерусалима, эти, они, конечно, боялись Давида. А как он начинал встить? Мы же за Весолома были. Ну, понятно, да? Так часто и поступали, уничтожив всех противников. А, вы восстали. Против царя восстали. Поэтому такое интересное дополнение. Израильтяне разбежались по своим шатрам. Но Давид обратил слова ввещевания ко всем израильтянам. Он укорял мутежников, но вместе с тем ввещал покориться и не встил им. Царь не встил им. Но некий человек по имени Семей, а в Библии говорится про него негодный человек, так и сказано, сделал попытку поднять новое восстание против Давида. 20 глава. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей. Ой, Савей, да, или Семей? Савей. Савей, да, я сказал Семей, простите. По имени Савей сын Бихри вениамитянин, то есть из колена Вениамина, он затрубил трубу и сказал, нет нам части в Давиде и нет нам доли в сыне Иесевовом все по шатрам своим израильтяне, то есть не поддерживая нового царя. И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем сыном Бихри. и пришли и осадили да, ну и значит воины Давида отправились воевать опять-таки пришли и осадили его, этого Савея в Авере Бефмаахе и насыпали вал перед городом и подступили к стене видимо, чтобы брать приступом этот город и все люди бывшие с Иавом старались разрушить стену то есть Иав военачальник Давида возглавил осаду этого города а дальше произошло нечто интересное тогда 16 стих одна умная женщина закричала со стеной города послушайте послушайте скажите Иаву чтобы он подошел сюда и я поговорю с ним и вот Иав подходит она ему говорит слушай ну такой город ну ты что пришел разрушить побить людей невинных что ты делаешь зачем ты это делаешь а он объясняет я пришел за Савеем вот если его голова скатится сюда к моим ногам то я пощажу и город и пошла женщина по всему народу со своим умным словом и объявила им что ребята зачем нам воевать с Давидом ну давайте этого бунтовщика выдать им и все проблемы решены вот недаром про него сказано умная женщина умная женщина мужики рубились бы там как говорится англичане воевали до последнего француза мужики бы рубились до последнего война ну может быть и не до последнего но знаете когда в полугорячке когда уже город захвачен там под горячую руку попадают все под раздачу там уже знаете меня поранили на моих глазах моего друга убили я что буду сейчас здесь как овечка что ли люди жесточаются люди очень жесточаются именно поэтому зачастую города взятые штормом потом разносились в пух и прах эта женщина она вот эту проблему решила таким образом и отсекли голову совею и бросили иаву тогда иав затрубил трубою и разошлись от города все люди по своим шатрам иав же возвратился в Иерусалим к царю вот так вот далее вторая книга царств повествует об окончании распри и о войне с филистимлянами где в 23 главе повествуется о том как Давид одержал победу над врагами буду заканчивать осталось чуть-чуть потерпите уже время подошло последняя глава 24 глава здесь тоже важный такой момент и послал царь иаву военачальнику который был при нем пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавия и исчислите народ чтобы мне знать число народа то есть Давид повелел совершить перепись населения это было грех предачами Господа говорится Библия почему грех можем рассудить но Богу это было не угодно и сказал Иав царю в ответ Господь Бог твой да умножит столько народу сколько есть и еще во сто раз столько а отче господина моего царя да увидит это но для чего господин мой царь желает этого дела Господь тебе подал столько людей сколько надо зачем перепись к чему как вы думаете почему Давид решил сделать перепись и почему это было грехом в очах Божьих налоги налоги ну какие вы прям догадливые да я думаю налоги именно для налогов делались переписи чтобы знать ну допустим городок такой-то сколько с ним можно взять под эти вот кто его знает скажи главам этого города привезите мне сюда телегу золота они скажут царь это что или наоборот там мы можем 10 телег прислать то есть надо знать реально сколько можно из города взять чтобы и свою казну пополнить ну и тех особо не разорить ну и взять только сколько можно налоги что еще ну ну сколько у меня людей я же царь я же теперь знаете такой блестительный царь интересно у меня под моим началом миллион два три это же интересно просто тщеславие какое-то в этом есть давид забыл что царь у Израиля Господь действительно сколько тебе надо столько он тебя пошлет и денег тебе настолько надо такая знаете простота такое знаете блаженное неведение было у Давида и он решил все это упорядочить но это было видимо поликтовано его такими какими-то такими-то такими-то тщеславными мотивами какими-то греховными не совсем уж так все было чисто в его желании совершить перепись наверное вот такое объяснение мы можем найти Иаф ему и говорит не совсем-то как видим духовный человек и то ему верно сказал что зачем тебе царь это ну Давид настоял но слово царя Иаву и военно-начальникам превозмогло да вот еще в объяснениях есть такое интересное замечание очевидно Иаф еще как военно-начальник как поданный царя вместе с тем его слуга и начальник он думал о том что перепись может послужить поводом каким-то беспорядком государстве понимаете народ будет недоволен по какой-то причине знаете нас посчитали нас взяли на учет это как-то знаете лучше бы не знали о нас правда поэтому Иаф наверное так довольно рассудительно считал что не надо этого сейчас делать только-только все успокоилось только эти все бунты мятежи ведь в Израиле там еще не все тебя приняли не все еще согласны что царь не делай этого но царь настоял и значит вот совершил переписи мысли Давида о перечислении евреев и затем последовавшая повальная болезнь народа рассматривается как попущение Божие но не только как наказание Давиду но и как наказание израильтянам за их пререшение против царя которого поставил им Господь все-таки Давид был помазанником да итак перепись и оказалось что израильтянам было 800 тысяч мужей сильных способных к войне а иудеян 500 тысяч то есть колено иудея 500 тысяч а всех способных к войне мужей сильных то есть зрелых мужчин таких в силах не юноши и не стариков 800 тысяч ну миллион значит всего 300 а знаете что может быть еще и это тоже было как бы грехом потому что ты на свое войско полагаешься ты же знаешь что Господь побеждает ангел Господень а ты решил что войском то будешь сильный наверное еще и такой момент да я что-то об этом забыл сказать и вздрогнуло сердце Давидова после того как он сосчитал народ вздрогнуло сердце и сказал Давид Господу тяжко совершил я поступив так видите Давид все-таки был очень духовно устроен внутренний человек и когда у него случались грехи он это переживал и его сердце вздрагивало не как у нас иногда а ну ладно потом покаюсь нет и вот Давид сказал не просто совершил я тяжко совершил он говорит это очень поучительно для нас и ныне молю тебя Господи прости грех раба твоего ибо крайне неразумно поступил я и тогда Господь посылает к Давиду пророка по имени Гат и тот говорит ему так три наказания предлагаю тебе выбери из себе одно из них которое совершилось бы над тобою избирай быть ли голоду в стране твоей семь лет или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих и они приседали тебя или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей теперь рассуди реши что мне отвечать пославшему меня пославшему с большого то есть Господу как ты ответишь Господу и сказал Давид гаду тяжело мне очень но пусть впаду впаду я в руки Господа ибо велико милосердие его только бы в руки человеческие не впасть мне но здесь смысл какой что Давид он знает что человек жесток а Господь милостив пускай лучше меня Господь накажет вот какая мысль у него только бы в руки человеческие не впасть мне да 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 ну значит так и послал и послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени и умерло из народа отдано до Версави 70 тысяч человек да ну вот это вот расценивается толкователем как наказание для тех очевидно 70 тысяч которые были видимо самые зачинщики этого мятежа смутьяны люди которые восставали на Давида тем самым восставали на Господа на власть которую Господь поставил и простер ангел руку свою на Иерусалим чтобы пустошить его но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу поражающим народ довольны теперь опусти руку твою ангел же Господь был тогда у гумна арны и гусянина видимо эта моровая язва дошла до гумна этого человека по имени урна или орна так даже не знаю как правильно и сказал царь и сказал Давид Господу когда я увидел ангела поражающего народ говоря вот я все решил я поступил беззаконно а эти овцы что они сделали что сделали они пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего и пришел в тот день к Давиду и сказал иди поставь жертвене Господу на гумне арны и в усиянина и пошел Давид по словам гада как поверил Господь но Давид не просто там жертвенник поставил он сказал что я куплю это место ну что это буду в чужом месте ставить я потрачу свои деньги свои личные деньги потрачу чтобы этот жертвенник стоял на моей земле Давид купил это место поставил жертвенник принес жертву принес жертву Богу покаянные умилествляющие и Господь простил его на этом заканчивается 24 глава в заключение только обращу ваше внимание на то что не сами по себе жертвы Господу умилествляли а конечно жертву Богу Дух сокрушен Давид грешил иногда мы это видим но он умилкается какие у вас будут вопросы слушайте интересные истории да интересные представления о том что спасибо за просмотр